Девушки отдыхают 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 Нам сказали вот здесь. Там оказалась половина мужчин и не закрывалась ни одна кабина. Через два с половиной года. В дамском туалете пресс-службы стоит очередь в дамский туалет. Я считаю, это положительный эффект. И чем больше у нас женщин будет на трибунах, тем футбол будет не только не похож на балет, но он будет похож на настоящий мужской вид спорта, где играют настоящие мужчины. А мы настоящие леди будем их поддерживать. Спасибо за внимание. Ну подушечка это подушечка подавленная. Нашим любимым красно-белым человеком, гражданином Польши, войском Ковалевске, который защищал наши ворота, начиная с того момента, когда многим болельщикам, даже самым преданным, наверное, не верилось, что мы сможем вернуться в элиту российского чемпионата, уйти с 10-го места, ну, если вы это слышите, отказаться от допинга, и вновь стать народной командой в полном смысле этого слова. И мы, болельщики, никогда от нее не отказываемся. И поэтому войска Ковалевский мы считаем не только прекрасным витариумом, но и лидером, и символом команды. И обращались, и обращаемся к нему с просьбой, даже если он не попадает в состав, чтобы он приходил на трибуну. И чтобы после матча он всегда вместе с нами общался, то последнего гостя, как мы называем. Как Войте себя чувствует вообще? Какое у него настроение? Войте нормальное настроение футболиста профессионального, который тренируется на полной карточку, скажем так, настроение человека, состоявшегося в этой жизни. Но грусть от того, что игрок, который имеет хорошую форму, к сожалению, не стоит ворота. Но это конкуренция, это, так сказать, честная конкуренция. Мы это принимаем. Мы не принимаем только то, что люди, которые достаточно много сделали для нашего клуба, как-то совершенно нелицеприятные, покидают их. Вот мы только против этого. Красная Белая Мама благодарна за своих ребят-болельщиков. За то, что он преподает им урок и мужества, и порядочности. И после пропущенных бабочек, так называемых, он всегда выходит, всегда смотрит нам в глаза. И он никогда не делает разницы между собой, в общем-то, известным игроком, членом сборной Польши, и нами, простыми болельщиками, которые едем на метро и которые еле-еле многие из нас наскребают на льготной огне. А с Плитикосой какие отношения? Что она не говорит, если она не говорит? Что говорит Водица Ковалевский в Плитикосе, я не знаю, что я сказала после первой встречи с нашим многоуважаемым хорватским голкипером. Во-первых, я его благодарила за то, что он когда-то пришел в Шахтер Донецкой, и что нам представилась такая честь узнать Водица Ковалевский. И пройти с ним вот этот спартаковский путь. И после этого я ему, конечно же, пожелала удачи, потому что тот человек, который приходит в Спартак, независимо от национальности, независимо даже от того, как нам кажется, выкладывается этот человек за Спартак или нет, мы всегда, я лично всегда буду поддерживать. Но любимые люди, любимые игроки, любимые тренеры, они всегда останутся. Поздравляем с днем рождения. Поздравляем с днём рождения! Ну и как обычно, Спартак? Уе-уе! Спартак чемпион! Спартак!